Креативная молодежь есть везде, и Приморье в этом отношении неоспоримый флагман созидательной мысли. Однако студенческим, научным, спортивным, артистическим, дизайнерским и другим сообществам нужно пространство, чтобы творить. Именно с этой целью в Приморье открыли новую бесплатную молодежную площадку «Прим Тим Лофт». Молодые люди, вступившие в «Прим Тим», то есть в команду Приморья, доказывают делами, что им не безразлична судьба края. Творческая молодежь последовала призыву Олега Кожемяка и начала делать малые дела в пользу развития региона. Кто-то разрабатывает социальные проекты, помогает детям, старикам. Кто-то прилагает усилия, чтобы дворы и спортивные площадки стали лучше. Но все делается абсолютно бесплатно и по собственной воле. Главе региона удалось зажечь людей на это добровольчество, дать им небольшую, но общую цель. Именно этого не хватало людям после сентябрьских событий, когда край фактически раскололся на две части. Творческое пространство, в которое любые группы молодых людей, студенты, какие-то объединения, КВНщики, студотряды могут прийти абсолютно спокойно, свободно, бесплатно. И здесь попробовать реализовать свои таланты, обсудить свои идеи, придумать что-то, придумать и сделать что-то полезное. Организаторы площадки, кроме того, что предоставляют молодежи Владивостока пространство и ресурсную базу, готовы оказать любую помощь. Например, могут прочитать для ребят лекцию или научить основам блогерства. В будущем, уверено руководство, здесь появится и звуковая аппаратура, чтобы облегчить коммуникацию или просто для репетиций, если речь идет о творческой команде. Попасть в культурное пространство примтимлофт тоже совсем не трудно. Мы работаем 7 дней в неделю, у нас есть группа ВКонтакте, ее очень легко найти. Вы можете писать администраторам, администраторы ставят вас в сетку, там уже верстается расписание, люди приходят, кто первый встал, того этапкин, как называется. Конечно, уже суббота, воскресенье, уже сейчас мы работаем несколько дней, суббота, воскресенье уже заняты полностью. Что организаторы, что молодые парни и девушки, которых удалось поздним вечером застать в стенах творческого пространства, все как один уверены, у примтимлофт большие перспективы для развития, а потенциал, скрытый в четырех стенах, бесплатных печеньках с кофе и креативной атмосфере, обязательно раскроется в новых идеях и проектах. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, новости на восьмом.